Жители проспекта Шакарима в Усть-Каменогорске возмущены действиями строителей. Без согласования с населением они приступили к вырубке тополей. Так в городе начали реализацию проекта по расширению проезжей части. Но вот только о тех, кто живет рядом, никто и не подумал, говорят владельцы квартир. С просьбой о помощи они обратились к нашим корреспондентам. Проблемой разбиралась Анна Ильясинбердина. Ремонт проспекта Шакарима в Усть-Каменогорске начали в прошлом году. Тогда частично одностороннюю улицу превратили в двустороннюю. Теперь очередь дошла до расширения остальной ее части. И для этого уже начали вырубать не кстати оказавшиеся на пути 63 тополя. Только вот жители домов по соседству против категорически и добились приостановки уничтожения деревьев. Нам все время говорят, они старые, негодные. Нормальное дерево, абсолютно никакой гнили. Наталья Викурина, жительница 171 дома, рассказывает, еще в 50-х они сами высаживали эти деревья, ухаживали за ними. Теперь они им дарят защиту и от излишнего зноя, и от газа и пыли. Даже за это короткое время, как успели срубить 8 тополей, жители успели почувствовать на себе неудобство. Все люди жалуются на то, что пыль, что окна невозможно открыть, потому что действительно вот эта голая земля, пыль и грязь, все это летит в квартиру. Власти города жители успокаивают. Взамен вырубленных деревьев высадят другие и даже в большем количестве. Комиссионная посадка будет производиться в десятикратном размере. Это будет охваченный в первую очередь тот район, где будут убираться эти деревья. Это дворы вдоль улицы проспекта Шакарима, школы рядом, детские сады, которые в этом микрорайоне находятся. Подрядчики даже начали посадку, но высадили пока только ели. Для этой части Усть-Каменогорска вопрос вырубки деревьев особенно актуален. Совсем рядом промышленные гиганты. Если тополя за счет быстрого роста и активной выработки кислорода еще хоть как-то спасают жителей района от газа, то вот эти маленькие елочки смогут выполнять похожую функцию от силы лет через 15. Согласитесь, неравнозначный обмен. Тем более высадка елочек, по словам очевидцев, производилась в сухую землю, в жару. Многие саженцы уже погибают. Совершенно сухие уже елочки. Но главное, что высадили эти ели туда, где посадки по сути запрещены, возмущена Ирина Мелехина, тоже жительница района. А то, что тепловые сети здесь проходят, и что эта елка прорастет, даже если она выживет в таком состоянии, и она порушит просто все. Причина в том, что в областном центре на данный момент нет никакой комплексной программы по озеленению, отмечают и специалисты. По-хорошему, в каждом городе должен быть специалист в области городской мелиорации. По городу кустарниковых насаждений за последние десятилетия, наверное, я бы сказал уже, нет, их не высаживают. То есть у нас любой ветер поднимает любую пыль, где бы она ни лежала, любой мусор. И все это, естественно, по нашим широким просторным улицам летает. Все мы этим дышим. Между тем, насколько целесообразно расширение проспекта до четырех полос, тоже вопрос спорный. Потому что дальше, ближе к ДКМу, есть точки, где просто здание не позволит расширения никакое произвести абсолютно. То есть это как бы вообще тупиковый проект, непонятный. А еще далее проспект Шакарима упирается в забор завода, маш завода. То есть как бы и все на этом. Сейчас специалисты одной из архитектурных компаний даже подготовили альтернативный проект. Он предусматривает расширение полос движения за счет использования трамвайных линий. Мы предлагаем свои решения, говорят жители, и уже собирают подписи в документ с требованием не трогать тополя. А здесь я посмотрел, что творится. Это вообще беспредел полнейший. Никто нам не подходил по поводу этого вырубки. Никто об этом не говорил, главное. Чьи интересы окажутся важнее, жителей или автолюбителей, которым нужен проект по расширению, покажет теперь только время. Анна Лисенберзина, Дмитрий Пыхтин, Усть-Каменогорск, Хабар, 24. Продолжение следует...